Я вижу три основные причины, почему люди не процветают, почему они не могут переехать в духовно богатый район. Первая причина, почему люди не процветают, это то, что люди живут вне своего призвания. Люди не осуществляют свое призвание. Вы знаете, ты не можешь жить в духовно богатом районе, если ты не осуществляешь свое призвание. Многие люди ищут работу, где больше им заплатят, но они не ищут свое призвание. И часто мы не понимаем, что именно призвание, реализация призвания принесет нам обеспечение. Почему? Потому что мы для этого были рождены. Я приведу вам такой пример. Вот смотрите, человеческий организм, и есть легкие. И легкие находятся в теле. Легкие работают на тело. И благодаря тому, что легкие интегрированы в тело и работают на все тело, это их призвание. Из окружающей среды получать кислород и распределять его по телу. Это их призвание. Благодаря этому тело заботится о легких и приносит легким питательные вещества. Кровь приносит легким питательные вещества и забирает все токсины. Понимаете, легкие встроены в общую картину тела. Точно так же, дорогие. Когда мы осуществляем свое призвание, мы встроены, мы интегрированы в прекрасную, чудесную картину всего мироздания. Ты становишься в Божье время на свое место. Когда ты осуществляешь свое призвание, ты соединен с планами Творца тебе. Ты интегрирован и встроен в общее полотно мироздания. И поэтому Творец позаботится о тебе, потому что ты осуществляешь то призвание, которое он тебе дал. И знаете, люди делают большую ошибку, они ходят к психологам, экстрасенсам, чтобы узнать свое призвание. Но призвание тебе может сказать только Бог. Люди не скажут тебе о твоем призвании. Иногда некоторые, знаете, путают людей. У тебя такое призвание, и вот это твое призвание тебе может сказать только Творец. О твоем призвании только может сказать тебе твое сердце и только может сказать тебе твое высшее Я. Призвание, оно приносит радость. Призвание – это то, что дает нам энтузиазм. И если ты верен своему призванию, потом оно начинает приносить доход. Не сразу, но если ты проявляешь верность. Поэтому первый ключ к процветанию – это найти свое призвание, осуществить его. Поэтому в моей школе у нас даже есть урок призвания. Есть разные практики, чтобы люди раскрыли свое призвание, чтобы они обнаружили его, чтобы они начали двигаться навстречу ему. Вторая причина, почему люди не процветают – это кроется в ложной негативной установке. Ложная негативная установка, которая перекрывает изобилие. Знаете, какая? Ресурсы ограничены. Ресурсы ограничены. У человека дефицит в мыслях. У человека страх. Денег мало. Всем всего не хватит. Все деньги уже распределили. Все уже поделили. Все дорожает. Доходы падают. Поэтому мне жалко расставаться с тем, что у меня есть с теми небольшими деньгами. Ресурсы ограничены. Дефицит в мыслях. Эта установка блокирует процветание, друзья. Потому что каждая мысль – это энергия, которая по закону резонанса притягивает соответствующие события. И поэтому, чтобы уйти от этой ложной негативной установки, нужно сменить свои убеждения. Нужно сместить свой фокус с одних мыслей негативных на позитивные. И это можно легко сделать. Я вам даю просто совет. Просматривайте мои вебинары. Просматривайте мои медитации. В них очень много жизнеутверждающих позитивных убеждений, утверждений, мыслей. Просматривайте вебинары по многу раз. И особенно это мощно в моей школе происходит. Если есть у вас возможность, время, обязательно запишите в школу. Потому что в школе происходит такая трансформация. Не умом, а ты сердцем начинаешь осознавать и понимать, что всего много. Что ты, когда ты с Творцом, когда ты в его планах, когда ты в союзе и в контакте с ним, ты подключен к источнику, который никогда не иссякает. Ты начинаешь осознавать и чувствовать, что твоя благополучие не зависит от того, кто премьер-министр, кто президент, какая политика, какие ограничения противовирусные. Ты живешь с Творцом под его юрисдикцией. И твое изобилие зависит только от него. А у него никогда нет дефицита, дорогие. И третья причина, как люди блокируют процветание, это ложная негативная установка. Знаете, какая я называю это духовный сирота? Духовный сирота. Это такая установка. Все хорошее в жизни не для меня. Вот для кого-то у них может это быть, но у меня не будет. Знаете, похоже, как будто человек в очереди стоит за мороженым ребенок, и когда до него очередь доходит, на нем заканчивается мороженое. Когда человек так чувствует, что все хорошее не для него, он чувствует себя сиротой, никому не нужным, забытым. Это говорит о глубоком незнании своего божественного происхождения, дорогие. О глубоком невежестве, о своем духовном происхождении. Незнание о своем духовном, божественном наследстве. Ну вот человек так живет. Я обычный, я маленький, я ничего не решаю, я обыкновенный. Ну, вот это хорошее жилье не для меня, хороший партнер не для меня, для кого-то, хорошая пища, одежда для кого-то, для каких-то других людей, но не для меня. Дорогие, если вот это есть убеждение, слушайте, это моя любимая тема, вам вот прям надо как гееву, надо пересмотреть все вебинары по семь раз и нужно прийти в школу, потому что вот это моя любимая тема и это, знаете, мой самый сильный дар раскрывать людям божественную природу и те люди, которые учатся у меня, у них происходит, это, знаете, духовная дерзость приходит, уверенность, самоуважение активируется, потому что ты не сможешь ничего создать ценного, ты не сможешь быть процветающим, процветающим, пока ты не осознаешь сердцем, насколько ты ценный, важный человек, дорогие. И это реально. Каждый из вас, вы можете увидеть сердцем и ощутить, что ты важный, что ты ценный, что ты нужный, что ты необходима этому миру. И вы знаете, это не аффирмация, это не внушение, это реальность, о которой вы забыли. Именно поэтому, когда вы слушаете меня, многие из вас, у вас что-то прыгает, у вас внутри расширение, вам приятно меня слушать. Почему? Я не говорю вам что-то такого нового, я говорю вам то, о чем знает ваша душа, я говорю вам то, о чем знает ваш дух, я говорю вам то, о чем знает ваше высшее Я, и оно реагирует. И это как, знаете, в знойный день стакан воды свежей, прохладной. И это реально увидеть сердце, это реально ощутить внутри себя не умственное знание, а сердечное, осознать этот такой, знаете, прансцендентный опыт, что ты действительно важный человек. Потому что, говорится, позволил тебе проявиться в это время, в этом месте, что ты нужный человек, именно поэтому те люди окружают тебя, что ты нес им свет и любовь, что ты необходим этому миру. И что, если у Бога есть любимчик, то это ты. И что ты заслуживаешь всего самого лучшего. Давайте, чтобы это активировать, давайте, чтобы это взять себе, давайте скажем, я верю, что я важный человек. Я верю, что я нужен этому миру. Я верю, что я необходим этой планете. Я верю, что я любимчик Бога. И что я заслуживаю всего самого лучшего. Если Творец родил меня, если Творец вызвал меня к жизни, если мой Папа Бог, я могу иметь все самое лучшее. В своем городе, в своей стране. Это для меня. Я его дочь, я его сын. Во мне его божественная природа. Во мне его космическая ДНК. Я не просто биологический вид. Я не просто существо из плоти и крови. Я дух. Я сознание. Я энергия. Я вечная душа. Редактор субтитров Семенасом Нараду i